В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как изменится город, определены территории, которые могут войти в приоритетную программу формирования комфортной среды. На своей волне 13 февраля – Всемирный день радио. Нестандартная математика. Саровчане приняли участие в Олимпиаде Московской творческой лаборатории. Далее расскажем обо всем подробно. Определены общественные территории, которые войдут в список рейтингового голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В течение месяца проходил опрос горожан. Саровчане выразили свое мнение о том, какие пространства должны быть благоустроены в городе. Лидерами опроса стали парк Зернова, лыжная база, микрорайоны 15 и 22, детский парк на улице Сосина и зона отдыха на пруду Боровом. Дизайн-проекты по каждому из объектов до 1 марта будут доработаны с учетом результатов общественных обсуждений. Ну а в каком порядке будут благоустроены территории, горожане определят голосование. 18 марта на тех же участках, где будут голосовать на выборах президента России. Самая основная задачка, где найти такие ресурсы, чтобы это видение реализовать. Не исключаем вариант, что даже первый объект будет реализовываться два года. Потому что мы считаем, что лучше сконцентрировать ресурсы на каком-то знаковом объекте, и сделать его действительно хорошо и интересно, чтобы пространство ожило, чем распыляться на некоторые объекты. А вообще рейтинговые голосования предполагают, что мы должны пять территорий определить, и в зависимости от голосов пойдут соответствующие годы реализации, начиная с 18-го, кончая с 22-го. Председатели спортивных федераций и клубов, тренеры-преподаватели секции и руководители спортучреждений приняли участие в заседании общественного совета при главе администрации. На традиционной встрече обсудили вопросы получения врачами КБ номер 50 спортивной лицензии, создания в городе спортивного интерната, а также строительства в Сарове физкультурно-оздоровительного комплекса. На сегодняшний день в нашем городе зарегистрировано 27 спортивных федераций и 4 клуба. В секциях различной направленности занимаются саровчане от мала до велика. Многие из них регулярно принимают участие в выездных соревнованиях и чемпионатах. Несомненно, успехи в спорте невозможны без развития инфраструктуры. Разговоры о строительстве ФОКа ходят в городе уже давно. Раньше мы исходили из того, что областной бюджет выделит нам софинансирование в соотношении 1 к 3 или 1 к 4. И мы, соответственно, заложим деньги в нашем бюджете. Мы их заложили даже для того, чтобы это сделать. Но сегодня в рамках смены руководства области немножко меняется у них парадигма. И мы попадаем в то, что наш ФОК из первоочередных объектов уже уходит. В то время как в соседнем Арзамасе уже есть два ФОКа, а также по одному в Семенове, Шатках, Держинске, Балахне и других городах области. По словам тренеров, строительство ФОКа в Сарове решит множество проблем. На существующих спортивных площадках время тренировок расписано по минутам. Залы уже просто не вмещают всех желающих заниматься спортом. Доходят даже до срыва тренировочных процессов. Параллельно мы работаем еще и по линии МЧП и пытаемся заинтересовать частного инвестора. Надежда есть, ближайший. Обещанный три года получить ФОК. Ну вы знаете, мы вообще в этом году должны все вопросы для себя решить. Три года ждать уже бесполезно. Проект устареет и нам придется опять заново все это делать. А это неэффективное использование бюджетных средств и пошло-поехало. У участников совета возникли вопросы, на каких условиях будет использоваться спортивный объект, если его построят по линии муниципально-частного партнерства. И насколько в этом случае ФОК будет доступен для горожан. По МЧП там все очень просто. Этот ФОК строится частным инвестором за свои деньги. Он его отдает муниципалитету. И в данном случае это муниципальное учреждение. Вот так как вы работаете, так это и будет происходить. Просто бюджет города должен будет возвращать частному инвестору средства с учетом его маржи. Там 20 года, 3 года, 4 года. Судьба ФОКа в Сарове до сих пор неясна. Но очевидным остается одно – для популяризации спорта и достижения высоких результатов новый физкультурный комплекс нашему городу просто необходим. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. С 16 марта по 2 апреля на улице Силкина будет ограничено движение автотранспорта. В связи с работами по подключению к сетям водоснабжения новой автомойки самообслуживания водителям придется выбирать пути объезда в районе дома номер 48 по улице Силкина. Ограничения будут сняты 2 апреля в 17.00. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Управление социальной защиты населения напоминает о праве на выплаты при рождении первого ребенка. Ежемесячные пособия в размере 9 612 рублей могут получить семьи, чьи доход не превышает 15 049 рублей в месяц на человека. Также на выплаты могут претендовать лишь в том случае, если рождение или усыновление ребенка произошло после 1 января. Более подробная информация по телефону 7 89 22. В среду, 14 февраля, в Центре культуры и досуга в Нев пройдет форум Абитуриен 2018. Выпускникам и их родителям расскажут о кафедрах Саровского физтеха. Проинформируют о цельных местах, которые выделяют для ядерного центра ведущие вузы страны. Также на форуме выступит глава города Александр Тихонов, глава администрации Алексей Голубев и директор департамента образования Наталья Володько. Билеты на спектакль теперь можно купить и по карте. Как сообщили в Саровском норматическом театре, к оплате принимают карты платежных систем Виза, Мастеркард и Мир. Пока что приобрести билет по карте можно только на спектакле нашей труппы. Билеты на гастрольные спектакли продаются только за наличный расчет. Общегородской форум Саровского отделения партии «Единая Россия» собрал более 500 горожан. Повесткой дня стало обсуждение проектов, программ реализации меморандума о сотрудничестве между органами местного самоуправления и градообразующим предприятием. Особое внимание уделили вопросам строительства жилья, улучшения дорожной ситуации в городе, а также образованию детей, как школьному, так и дополнительному. Здесь мы должны создавать условия для раскрытия личности, используя общее образование и светское, и православное, и ориентироваться на лучшие образцы дополнительного образования, в культуре, в искусстве, в спорте. Так что это то, что слагает у нас основные компоненты программы развития образования на последующие пять лет. Выступающие не обошли вниманием, и вопросы, связанные с улучшением медицинского обслуживания и поддержки предпринимателей. Обсуждение длилось более полутора часов. За это время были обозначены векторы развития нашего города на ближайшие пять лет. К другим новостям. Даже в эру новых технологий радио остается одним из самых популярных средств массовой информации. Оперативность и своевременность, а также доступность для человека. Благодаря этим принципам практически 95% населения нашей планеты ежедневно ловят любимую волну на радиоприемнике. В 2011 году организация ЮНЕСКО учредила специальный праздник – Всемирный день радио. «Смотри в лоб урагану» с таким девизом по жизни шагает одна из самых известных и любимых радиоведущих нашего города – Надежда Почтарюк. Больше 50 лет своей жизни женщина посвятила любимому делу. Надежда Викторовна рассказывает, что в профессию радиожурналиста попала случайно в апреле 1961 года. «Это историческая дата – 12 апреля 1961 года. И первое мое задание – это идти в народ на улицу и спрашивать, как наши люди восприняли весть о том, что наш человек в космосе». Уже сегодня за ее плечами огромное количество репортажей, статей и передач. Женщина признается, что именно эта профессия позволила ей полностью раскрепоститься и в корне изменила ее жизнь. «Воспоминания об этой работе у меня, конечно, замечательные, потому что мне пришлось общаться с учеными, с министрами, с руководителями, ну и, естественно, со всеми работниками». Молодость Надежды Викторовны была насыщена интересными событиями, воспоминаниями о которых она с удовольствием делится с нынешним поколением. Но современным радиожурналистам тоже есть чем поделиться. «Здравствуйте, в студии радио говорит Саров Екатерина Опенова». Вот уже семь лет Екатерина Опенова работает корреспондентом на радио. Девушка признается, что изначально она пришла устраиваться секретарем. Но через некоторое время ей предложили более интересную должность радиожурналиста. «Сначала я делала новости, только новостями занималась. Потом ушла в декрет, а после декрета уже, собственно, вообще всем. И новостями, и эфирами, и передачами. Хожу на все мероприятия». Перед каждым выходом в эфир Екатерина тщательно готовится к выпускам, подбирает интересный формат беседы, старается все сделать на высшем уровне. Все потому, что результаты ее трудов по радиоволнам дойдут почти до каждого саровчанина. «Радио можно слушать в машине. Это, в первую очередь, огромный плюс радио. Куда ты едешь, нет возможности отвлекаться на какие-то визуальные источники информации. К тому же, очень многие люди, в принципе, аудиалы. Лучше воспринимают информацию на слух. Ну, я вот в том числе аудиал». Редакция нашего канала поздравляет всех причастных со Всемирным днем радио. Желаем вам всегда быть в курсе событий. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Более 9 тысяч участников в России и за рубежом сели за партой решать нестандартную математику. В 22-й раз творческая лаборатория «Дважды-2» провела Олимпиаду для младших школьников. И в третий раз в ней участвуют ученики начальных классов нашего города. Задания Олимпиады отличаются от классических школьных задач и уравнений. Ребятам предлагалось проявить творческое мышление и смекалку. Правда, карандаши, ручки. И еще бутылку с водой и шоколадку. Это все, что можно взять с собой в аудиторию. Это не экзамен, но регламент математической Олимпиады не менее строгий. Аниту Власу такие требования не смущают. Она с первого класса активно участвует и занимает призовые места в конкурсах творческой лаборатории «Дважды-2». Мне нравится получать новые знания. И приятно тем более выигрывать, когда правильно отвечать на вопросы. У Аниты уже есть дипломы за второе и третье место. Девочка снова штурмует Алим под названием «Математика» и нацелена только на победу. А для этого нужна особая подготовка и даже тренировка. И родители здесь первые помощники и наставники. Местами приходится подумать даже с родителем и взрослым. Сидишь и разбираешь вместе с ребенком, потом постфактум уже все это. И до решаемой Олимпиады прошлых лет. Есть задачи, которые заставляют подумать. А подумать есть над чем. При решении задач нужны не столько знания школьной программы, сколько умение мыслить логически, нестандартно и образно. Например, первоклассникам предлагается определить по заснеженным машинам, какая приехала первой, а какая последней. Школьная программа, нестандартная математика, олимпиадная математика, она действительно очень сильно отличается. Она учит думать. Вот не считать просто, да, там, вычисления, сложения, умножения, а учит именно размышлять детей, думать. Это и креативность мышления развивает. После подсчета результатов лучшие работы учеников нашего города будут участвовать в общероссийском этапе Олимпиады. И уже в конце марта пройдет торжественное награждение победителей дипломами и памятными подарками. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Более 2,5 тысяч саровчан вышли на Лыжню России. В ежегодном спортивном празднике приняли участие воспитанники детских садов, ученики школ, студенты средних и высших учебных заведений города, а также представители городских организаций и предприятий. Все желающие могли преодолеть дистанции в 500 метров 1 и 2 километра. Хорошая погода, свежий воздух и отличное настроение – вот залог действительно доброго утра. В этом году к акции «Лыжня России» присоединились еще больше горожан всех возрастов. По традиции первыми на старт вышли воспитанники детских садов и младшие школьники, чтобы преодолеть дистанцию в 500 метров. Это всегда живописная картина. Детки, начиная с 4-летнего возраста, стартуют без палок. Мы их всех видим, они в зоне видимости. Они получают огромное удовольствие и, конечно, родители их встречают на финише. Следующими стартовали ребята постарше. Им было необходимо преодолеть дистанцию в 1 километр. Несмотря на то, что праздник начался еще в 9 утра, торжественная церемония открытия прошла в полдень, сразу после того, как закончились забеги малышей. «Дорогие саровчане, я хочу всех поздравить с этим удивительным праздником, с этим солнечным днем». Сразу после церемонии открытия на старт вышли известные саровские спортсмены, депутаты городской думы, представители руководства муниципальных предприятий и учреждений. Участники традиционного вип-забега сменили деловые костюмы на спортивные и наравне со всеми соревновались в скорости. «В первую очередь, просто руководители города, руководители подразделений показывают о том, что нужно заниматься спортом. И не важно, что он встает один раз в год или каждый день, главное, он ведет здоровый образ жизни. Не важно, что все вместе и руководители, и жители города общаются». В этом году на старт вышло более двух с половиной тысяч человек. И каждый из спортсменов получил в подарок не только спортивную шапку, но и бодрый заряд на весь день. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». Мы расскажем вам о том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны. Брахитерапия. Один из методов лучевой терапии, применяемых при лечении онкологических заболеваний. Его суть в имплантации в ткань больного органа радиоактивных микроисточников. При правильном подборе дозы злокачественная опухоль полностью уничтожается в 98 случаях из 100. Метод эффективен, но очень дорог. Количество бесплатных квот, предоставляемых Минздравом, в 5-6 раз меньше ежегодной потребности в данных операций. Выход из этой ситуации нашли специалисты Росатома из физико-энергетического института имени Лейпунского. Разработанная ими технология производства радиоактивных микроэлементов на основе йода-125 позволила в несколько раз снизить их стоимость по сравнению с зарубежными аналогами. Наши существенно дешевле импортных. То есть мы решаем еще вопрос социальный, что сами по себе операции, они становятся более доступными. На сегодняшний день обнинские атомщики полностью отработали технологию получения микроисточников на основе йода-125. Радиофарм препараты прошли все клинические испытания и уже поставляются в государственные медицинские учреждения нашей страны и ряд частных клиник. За разработку высокотехнологичного отечественного продукта, который не уступает по качеству мировым аналогам, но имеет при этом более низкую стоимость, авторский коллектив был награжден правительственной премией. Ваши идеи делают жизнь наших людей, граждан России, более защищенной, более комфортной. Результаты вашего труда действительно помогают нашей стране. Еще несколько лет назад предприятия Росатома специализировались только на наработке радиоактивных изотопов для производства радиофарм препаратов. Сегодня картина меняется и необходимые для нужд ядерной медицины продукты начинают полностью производить в России. Микроисточники на основе йода-125 один из первых, но далеко не последних примеров импортозамещения. В том же физико-энергетическом институте готовы запустить проект по производству еще целого ряда радиофарм препаратов и обеспечить не только потребности отечественного рынка, но и поставлять свою продукцию на экспорт. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.